Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте проверим все-таки еще раз связь. Если вы меня слышите, видите, то поставьте плюсики, пожалуйста. Мы будем знать, что у вас все более-менее нормально. В чате плюсики поставили, значит все хорошо. Если минус, значит, ну вот я вижу, плюсов много, значит все меня слышат. Вот тогда не будем терять время, потому что времени у нас мало, а сказать хочется очень-очень много. Про инновационное издание программы «От рождения до школы». Это то, что я сегодня буду вам рассказывать. Но прежде чем рассказывать о программе, я хотела бы сказать о некоторых глобальных вещах, вещах, без которых мы не сможем понять всю глубину, все качество нашей программы «От рождения до школы». Ну и вообще знания программы этого недостаточно. Нам мы должны знать некоторые глобальные вещи, которые будут служить нам ориентиром в нашей работе. Итак, дошкольное детство. Вы все знаете, я уже много раз об этом говорила на многих своих выступлениях. И еще раз повторяю, что дошкольное детство – это самый важный период. Вы это знаете. Это доказано Нобелевским лауреатом Джейсоном Хэкманом. И очень важно то, что он доказал это научно, потому что теперь ценность дошкольного детства оценивают и руководители наши, наши власти, правители и государства. Не только у нас в России, но и во всем зарубежье. Поэтому открытие Хэкмана – это очень важно для нас с вами тоже. Но любое ли дошкольное образование нам подходит? Наверное, нет. Наверное, если дошкольное образование некачественное, оно меньше пользы приносит. Значит, нам важно, чтобы образование было дошкольное наше качественным. Но какое образование мы называем качественное дошкольное образование? Этот вопрос. Все говорят об оценке качества, все говорят про мониторинги, все как-то это пытаются отслеживать. Но консенсуса в этом вопросе нет. Родители думают, что самое главное, чтобы ребенку нравилось. Воспитатели сейчас озабочены больше всего тем, чтобы дети целиком, чтобы дети не плакали, чтобы они не получили травм. То есть у меня такое ощущение, что на самообразование уже все меньше и меньше времени остается. А надзирающие органы, для них самое главное, чтобы выполнялись какие-то их личные показатели и чтобы не было жалоб. В общем, они детей вообще не видят, и это понятно, они сидят в высоких кабинетах, детей они не видят. Но мы все-таки должны понять, эксперты ведь тоже, каждый думает по-своему. Каждый думает по-своему. И шкалы разные делаются, и в регионах разные шкалы. Поэтому нельзя ориентироваться на какую-то отдельную шкалу. Мы должны понять, в принципе, что такое качественное образование. Ну, на мой взгляд, качественное образование – это то, которое максимально приближает нас к главной цели дошкольного образования. То есть если хорошее образование, тем лучшее образование мы даем, тем ближе мы к нашей цели. При этом главная цель должна отражать интересы всех сторон. Не только родителей, не только детей, а и детей, и родителей, и общество, и государство. Поэтому дошкольное образование должно отражать интересы всех детей. Вопрос. Какая же это главная цель? Где она записана? Если мы прочитаем в ГОСТ, там много хороших слов о том, как заниматься с детьми, что развивать. Но главную цель оттуда не вытащите. Посмотрим закон об образовании. Там вообще написано, что образование – это услуга. Это вообще-то переворачивает смысл образования. Потому что если это услуга, то главная задача какая? Удовлетворить потребности потребителя. Это не может быть главной целью дошкольного образования. Ну, не буду я вас мучить. Вот мы предлагаем посмотреть на главную цель дошкольного образования в такой формулировке. Что главная цель – это воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Смотрим воспитание гармонично развитой личности. То есть личность, мы воспитываем личность – это раз. Гармонично развитую – это два. Социально ответственную – это три. И на основе наших национальных культурных традиций – это четыре. Считаете ли вы, что так сформулированная цель, она дает… Ее можно назвать главной целью дошкольного образования. Вот поставьте плюсики, кто с этим согласен, а минусы – те, кто с этим не согласен. Просто интересно узнать, как относится к так сформулированной главной цели дошкольного образования аудитория. Ну, я вообще не вижу, чтобы кто-то ставил плюсы и минусы. Я не понимаю, почему, но я вас не буду томить. Скажу, где эта цель была сформулирована и кем она была сформулирована. Она была сформулирована не так давно. Она была сформулирована в майских указах президента Российской Федерации. Именно так он сформулировал эту главную цель. И я считаю, что нам дает большой ресурс в нашей работе так сформулированная главная цель. Мы всегда можем теперь ориентироваться на то, что нам нужно делать. Вот нестабильное подключение к интернету пишет. Ну, хорошо, это значит не у нас. Итак, так сформулирована главная цель. Она всегда являлась главной целью дошкольного образования, сформулирована в нашей программе. Может быть, мы ее не в тех словах формулировали, но мы ее всегда именно так осознавали. И теперь в инновационном издании мы эту главную цель обозначили. Мы ее даже трижды написали, в трех местах. Не потому, что мы очень Путина любим, а потому, что считаем, что такая формулировка – это очень лаконичная и очень точная формулировка для обозначения главной цели дошкольного образования. Вот, например, в западных аналогах наших в ГОСОВ там написано, что они считают главной целью дошкольного образования. Например, это воспитание в детях основы демократии. И расшифровывают, что они понимают под основами демократии – это, в общем-то, европейские ценности, те, которые сейчас провозглашаются. Вот они это ставят главной целью дошкольного образования. У нас звучит так, как сформулировал президент. Итак, главная цель сформулирована. Может быть, этого достаточно? Может быть, вот мы сформулировали главную цель, и все сможем теперь, ориентируясь на эту цель, сами выстраивать свой образовательный процесс. Ну, вот давайте вот я проведу аналог, который мне нравится. Если человек занимается, предположим, спортсмен, он занимается стрельбой. Если нет главной цели, шансов у него попасть в десятку – нет. Если у него нет цели, куда он стреляет, куда он пытается попасть, значит, попасть он никуда не может. Поэтому обозначение цели наших действий – это очень важно. Но если у него нет оружия, нет у него того средства, которое поможет ему попасть в эту цель, он тоже ничего не может сделать. Поэтому в дошкольном образовании – это программа. Программа – это как раз то средство, тот инструмент, который позволяет нам достичь главной цели дошкольного образования. Но достаточно ли этого? Есть у нас программа, есть у нас цель, любая ли программа годится. Но в принципе, если опять аналогия со стрельбой, из многого вооружения можно попасть в цель, но из рогатки мы уже не попадем. То есть все-таки не любая программа подходит. И опять же, программа, она может и приближать нас к главной цели, но так же, как из плохого ружья мы в десятку не попадем, мы будем попадать либо в молоко, либо где-то рядышком. Точно так же и программа. Если программа недостаточно выдержана, недостаточно соответствует требованиям, она не поможет нам достичь нашей главной цели. Но этого недостаточно. Если стрелок не умеет стрелять, у него нет патронов, у него нет навыков, нет умений, нет знаний, то даже у него будет самое прекрасное оружие, самая прекрасная программа, он не достигнет своей цели. Нам нужны хорошие технологии, нам нужны знания и умения, опыт для того, чтобы достичь этой цели. И так у нас три составляющие. Цель, к которой мы стремимся. Программа, которая позволяет нам достичь этой цели. И технологии, и наши с вами знания, технологии, которые мы используем, работая по программе. Вот когда у нас есть программа, могут быть различные технологии использованы. Самое главное, чтобы они задачи и цели, поставленные программой, реализовывали. Итак, программа от рождения до школы. Почему именно программа от рождения до школы? Ну, я, конечно, лично я считаю, что это лучшая программа. Вот, но мы не будем так говорить. Давайте будем говорить. Одна из лучших программ дошкольного образования, это программа от рождения до школы. Она родилась не на пустом месте. Многие уже знают, как история ее создания. Тем не менее, очень быстренько скажу, что первоначально в институте Запорожье, институте дошкольного детства, которое было еще в советское время, была разработана программа воспитания и обучения в детском саду, на основе которой, на основе типовой, была сделана программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией Васильевой. И в 2004 году авторский коллектив вместе с Маргаритой Александровной Васильевой, они пришли в наше издательство и предложили издать обновленный, осовремененный, переработанный и дополненный вариант программы воспитания и обучения в детском саду. И он вышел под редакцией Васильевой, Гербовой и Комаровой. Когда через пять лет ввели ФГТ, программа была переработана под ФГТ. Вот это ФГТ-шный вариант. Когда были введены ВГОСы, программа была переработана под ВГОС. Мы смотрим, каждые пять лет программа перерабатывалась достаточно существенно. И вот 2019 год. Мы выпускаем пятый вариант программы. Если считать первое, это то, что было в советское время издано. То инновационное издание программы от рождения до школы, это пятая реинкарнация нашей программы. Но не было никаких изменений в законодательстве. Не было никаких внешних требований, которые бы заставили нас перерабатывать программу. Да, внешних требований не было. Но ситуация в мире меняется. Дети другие. Жизнь изменилась. Поэтому, конечно, программа требовала переработки. И вот инновационное издание. В 2019 году через... То есть каждые пять лет программа переработана. Инновационное издание, которое мы издали в августе этого года. Это издание сохранило в себе все самое лучшее, что было в предыдущих изданиях. И тем не менее имеет большие инновации. Главная цель инновационного издания программы – это оптимальное сочетание классического дошкольного образования и новейших образовательных технологий. Что мы делаем? Какие нововведения в программе введены? Во-первых, мы обозначили главную цель дошкольного образования. И это важно. Мы ввели семь золотых принципов дошкольной педагогики, которые позволяют педагогу, воспитателю выстраивать свой образовательный процесс так, чтобы он мог достичь главной цели дошкольного образования. Впервые обозначена концепция образовательного результата дошкольного образования. Потому что образовательный результат есть в школьной педагогике, есть в высшей школе. В дошкольном образовании этого не было никогда, потому что мы не можем требовать от детей. Мы их не можем контролировать, мы их не можем тестировать, мы их не можем проверять. Поэтому концепция дошкольного образования, образовательного результата в дошкольном образовании до сих пор не была обозначена. В инновационной программе от рождения до школы мы эту концепцию представили. И это дает... Вот эти все нововведения, о которых я говорила, они наполняют смыслом всю деятельность воспитателя. Опять приведу такой пример из жизни, не связанной с педагогикой никак. Если вы дома готовите ежедневно, мы готовим, кормим семью, завтраки, обеды, ужины готовим. Вот если у нас есть задача, чтобы еда была вегетарианской, мы держим эту задачу в голове и мы готовим в соответствии со своей этой задачей. Если у нас есть задача, чтобы она там была исключительно полезная, мы опять держим эту задачу в голове и все наши действия подчиняем этой задаче. Поэтому, когда четко, ясно, просто сформулированы те задачи, которые педагог удерживает в голове, то он, работая в стандартном режиме, работая с детьми, как всегда, но имея в голове основные цели и задачи, он просто свой образовательный процесс выстраивает в соответствии с этими задачами. Ну и, конечно, внесены изменения в организацию образовательных процессов доу, такие как введены новые элементы и предметно-пространственная среда разработана, и инновационные образовательные технологии, которых раньше они не были в программе введены, и сейчас они тоже четко там обозначены. То есть это основные изменения, то, что касается содержания программы. Само содержание, чему учить? Вот как учить? Мы обозначили. Чему учить? Это в программе сохранено приблизительно в том же объеме, в том же содержании, что было в предыдущих. И семь золотых принципов и главная цель – это то, что позволяет весь образовательный процесс выстраивать правильно. Вот. Семь золотых принципов. Я их не буду на них останавливаться, я их просто перечислю. Семь золотых принципов дошкольного образования, которые могут послужить путеводной звездой для вас. Это, в первую очередь, зона ближайшего развития Выгодского. Выгодский Лев Семенович во всем мире признается как выдающийся психолог и первооткрыватель многих вещей в дошкольном образовании. И зона ближайшего развития – это когда мы детям, детей учим с учетом того, что они могут сделать на сегодняшний день. Мы им даем задания достаточно сложные, с небольшим опережением их знаний, их умений, их навыков, с небольшим опережением, чтобы им пришлось поработать, подумать и при помощи, может быть, взрослого решить эту задачу. Но не слишком сложную, потому что если ребенок не сможет преодолеть и решить задачу, он окажется в ситуации неуспеха, это нам тоже не надо. Принцип культурсообразности – это когда мы ориентируемся на наши традиционные культурно-исторические ценности. Принцип деятельственного подхода. Это означает, что мы хотим, чтобы каждый ребенок участвует в процессе образования, он не слушатель, не наблюдатель, он своей деятельностью подтверждает то, что он заинтересован в занятии, в том, чем он занимается. То есть, когда ребенок участвует в процессе активно, когда он все переломляет через свою деятельность, специфические детские виды деятельности, тогда он становится заинтересован, и только тогда образование дает какой-то результат. Если мы ему что-то рассказываем, пытаемся ему все объяснить, он деятельности в этом не принимает, то и результат соответствующий. Амплификация детского развития – это запорожец Александр Владимирович. Очень важный постулат, то есть мы избегаем искусственной акселерации, избегаем искусственного замедления, стараемся работать с детьми, обогащая его жизнь специфически детскими видами деятельности. И развивающее обучение – Василий Васильевич Давыдов. Понятно, что не он один занимался развивающим обучением. Здесь и в Игородске. Здесь много людей, кто к этому приложил руку. Мы обозначаем одну фамилию. Это в первую очередь для того, чтобы несколько, может быть, упростить подачу материала, и чтобы всем было понятно. Самое главное, что мы в этом видим, что такое развивающее обучение – это когда ребенок нацелен не на запоминание, не на узнавание, а в первую очередь на мышление, на анализ, на развитие именно мыслительных способностей. Это развивающее обучение. Не так важно, что он очень много будет чего-то знать. Главное, чтобы он умел думать, излагать и рассказывать. И самое главное – седьмое. Седьмой золотой принцип дошкольного образования. Его раньше не было. Это то открытие, то нововведение, которое одно из, пожалуй, самых главных нововведений инновационной программы от рождения до школы. Что такое пространство детской реализации? Пространство детской реализации – этот постулат сформулировал Николай Евгеньевич Веракса. Это фактически технология, как воспитать социально ответственную личность. Личность – это пространство детской реализации. И подробно о том, как это делается, мы расскажем чуть позже. Вот. Если очень коротко, то пространство детской реализации – это, во-первых, воспитатель, педагог, взрослый, он замечает проявление детской инициативы. Это первый шаг – заметить, увидеть, что ребенок проявил инициативу. Помочь ребенку в описании и формулировке цели, потому что ребенок сам не всегда может это осознать. Помочь ему в том, чтобы он свою идею осознал и понял, в чем ее суть. Создать условия, чтобы ребенок мог реализовать свою идею, недостаточно просто придумать. Важно, чтобы он еще смог это создать и сделать. И тут задача взрослого очень большая. Не подсказками, не вместо него, а просто помочь, чтобы ребенок сделал это сам. Следующий этап – это предъявление, презентация своих достижений окружению. Ну, если ребенок что-то создал, то он должен это предъявить, показать. Потому что важно, чтобы все то новое, что ребенок создает, оно было для кого-то. И вот социальная ответственность, она, приоритет общественного над личным, оно как раз возникает тогда, когда мы стараемся сделать что-то для других. Не для себя, а для других. И вот это тоже очень важно, чтобы после предъявления своего достижения ребенком, мы его оценили, чтобы он увидел значимость того, что он делает для других. И вот как раз вот этот вот момент, когда ребенок видит, что он сам сделал что-то для других, вот это тот самый шаг, который превращает ребенка в личность. И чем больше мы, вот не обязательно ждите, чем больше человек делает для общества, тем больше масштаб личности. Поэтому дошкольном возрасте закладываются основы понимания того, что я делаю для других, не для себя, а для других. Я могу это сделать, я хочу это сделать. Вот это пространство детской реализации, это как раз создает условия для того, чтобы ребенок мог это осуществить. Итак, семь знаменитых принципов. Это зона ближайшего развития, культура-сообразность, деятельственный подход, периодизация развития. Это слайд у меня, по-моему, проскочил. Развивающее обучение, амплификация и самое главное, это пространство детской реализации. Теперь по концепте образовательного результата. В инновационном издании программы от рождения до школы мы постарались так изложить материал, чтобы он был очень хорошо воспринимаемый. То есть там простой язык. В программе все четко разграничено. Главные мысли выделены. Программа издана настолько, на мой взгляд, понятно, доступна и четко, ну, по крайней мере, так отзываются те, кто ее прочитал, что даже самые сложные вопросы, они откладываются в голове, ты их запоминаешь и их используешь в своей жизни, потому что ты их понял, они нужны, это правильно. Вот. И что такое образовательный результат в дошкольном образовании? Правильнее говорить не образовательный результат, а ожидаемый образовательный результат. Мы, конечно, учитывая, что ребенок дошкольного возраста, это своя специфика есть, он не может заниматься, он не может так, как занимается школьник, он не может жить ради будущего, то есть если школьник, он что-то, выполняет задание для того, чтобы получить пятерку, он думает о том, чтобы в будущем он вырос, там стал кем-то, то есть он может жить в будущем и для будущей цели готовить. В дошкольном возрасте они живут сегодня и сейчас, и сознательно добиваться образовательных результатов, конечно, дошкольник не может. То есть ожидаемый образовательный результат, это мы его ожидаем в результате нашей с вами работы. В АВГОСах ожидаемые образовательные результаты они формулируются как господи, забыла. Ну, да, ориентиры. Они как-то так со словом ориентиры формулируются, что тоже правильно. Ожидаемый образовательный результат или ориентиры. Все это будет правильно к дошкольному возрасту. Что нового мы внесли в понимание этого вопроса? В первую очередь структурировали ожидаемый образовательный результат. То есть не просто вот так в навалку мы ждем, что он научился тому, он научился этого, он проявляет инициативу, он здоровенький. В общем, очень много всего в кучу сального, вот как ожидаемый наш образовательный результат. Или целевые ориентиры, вспомним, целевые ориентиры. Мы их структурировали по аналогии с тем, что предлагается в школьном образовании, конечно, с учетом дошкольного возраста. То есть образовательные результаты мотивационные, личностные, это когда у ребенка проявляют инициативу, когда он стремится к добру, когда у него приоритет общественно над личным, когда он понимает, что он должен делать хорошо и не должен плохо. Это вот все мотивационные, личностные результаты. к этим же результатам относятся его стремление к образованию, когда у него сформировано положительное отношение к образованию, когда у него заложены основы здорового образа жизни, в том плане, что он понимает, что нужно, чтобы быть здоровым, что лучше быть здоровым, что, чтобы быть здоровым, нужно к этому прилагать определенные усилия. То есть вот мотивация, это мотивационные личности результаты. предметные результаты, это как раз навыки умения знания, которые по образовательным областям мы с вами им даем. И универсальные образовательные результаты, это общего плана, это те способности, общие способности, которые необходимы каждому человеку для того, чтобы достичь жизни хоть чего-нибудь. Это когнитивные познавательные способности, коммуникативные способности и регуляторные. Я думаю, что вы профессионалы и знаете, что это все обозначает. В программе это четко прописано. Более того, если первое издание программы вышло в августе, на сегодняшний день три тиража программы уже закончилось, четвертый тираж мы сдаем на этой неделе и в четвертом тираже там будут уже в каждой возрастной группе добавлены ожидаемые образовательные результаты, сформулированные вот в концепции предложенной программы нашей. Вот. Что еще у нас в программе кроме золотых принципов, кроме образовательных результатов, ну и еще изменения в структуре, в организационной структуре и в новых технологиях. Ну, изменен распорядок дня, выделено больше времени на самостоятельную деятельность, на проектную, на событийную деятельность, введены новые элементы режима дня, утренний и вечерний круг, используются новые технологии, образовательные технологии, такие, как утренний, вечерний круг, проектная деятельность, ну, проектная деятельность у нас была всегда, но надо с ней работать в свете пространства детской реализации. Вот когда мы понимаем, что такое пространство детской реализации, проектная деятельность это один из важнейших инструментов именно создания пространства детской реализации. Именно через проекты ребенок может многое реализовать. Образовательное событие. Когда в программе у нас написано, чему учим и как учим. Вот чему учим, там четко обозначено в соответствии с возрастными возможностями детей. Но как? Это тут у нас вариативность большая. Это могут быть наши привычные фронтальные занятия, но проводимые с учетом золотых принципов, а не просто так, что мы детям показываем картинки, задаем вопросы, ждем о них ответов. Занятия должны проводиться в зоне ближайшего развития с учетом деятельственного подхода, с учетом развивающего обучения и только тогда занятие будет развивающим. Кроме занятий, какие у нас еще возможности есть? Проектная деятельность, потому что проектная деятельность, она тоже позволяет детям многому научиться, многое узнать и самое главное научиться проявлять инициативу. Что такое образовательное событие? У нас выходит в ближайшее время книга по образовательному событию. Это такой формат взаимодействия с детьми, когда дети, у них развиваются коммуникативные возможности, когнитивные возможности, регуляторные возможности. Он навыки, умения, знания приобретает. Вот. Фактически образовательные события – это в течение какого-то времени, от одного дня до недели, даже больше, протекающие совместно со всей группой события, в результате которого дети многому научатся и с одной стороны, а с другой стороны они еще много очень узнают. Эта технология, ее, конечно, я не могу в рамках вебинара ни объяснить, ни рассказать. У нас этому будет посвящено небольшой такой вебинар, ознакомительный тоже будет, но главное, что вы всему этому можете научиться. У нас есть семинары по всем перечисленным технологиям, по всему, что я тут говорю, у нас есть отдельные семинары. У нас это в Международной педагогической академии дошкольного образования. Контакты я потом не ожидам. Развивающий диалог. Ну, я думаю, что многие знают, что такой развивающий диалог. Самое главное отличие развивающего диалога от обычного диалога, обычного разговора – это то, что в результате развивающего диалога у ребенка создаются как бы новые смыслы. То есть мы не даем ответов, мы не задаем прямых вопросов. Вопросы у нас все открытые, то есть позволяющие рассуждать, давать различные ответы и заставляющие ребенка думать. Вот, это развивающий диалог. Обогащенные игры в центрах активности. Обогащенные игры, мы их так, термин, он не очень устраившийся, мы его вводим, я думаю, что скоро он будет очень широко восприниматься. Это означает, когда ребенок сам в центре активности чем-то занимается, то недирективными методами педагог может ему немножко подсказать, немножко как-то скорректировать, обогатить его деятельность. Так, чтобы он, он играет сам, он работает сам, но с нашей помощью это значительно более интересно происходит. Новый формат праздников. Предлагается новый формат праздников. Этому тоже будет посвящена отдельная книга. Что такое праздники в детском саду сейчас? В большинстве, я не говорю, что везде, в большинстве случаев. Это когда родители сидят, смотрят, дети с воспитателем готовят какое-то выступление, и это как отчетный концерт. Детей дрессируют до праздников, это нагрузка на педагогов, это нагрузка на детей. Вместо того, чтобы быть праздником для всех, праздники зачастую превращаются в отчетное мероприятие. Новый формат праздников, это когда праздник делается для детей, зачастую самими детьми. Вот это тоже очень важный новый аспект, и о нем нужно отдельно говорить. Детское сообщество. Важно создавать детское сообщество в группе. Новый формат детско-взрослого взаимодействия, когда мы учимся слышать голос ребенка. Что такое слышать голос ребенка? Это понимать то, что он хочет тебе на самом деле сказать. Ребенок, он может молчать, но вы слышите голос ребенка, вы понимаете, что он думает, понимаете, что бы он хотел сказать. Вот это умение слышать голос ребенка. И эта технология, она должна быть использована во всех формах взаимодействия. Это и в занятиях, и в играх везде, то есть на течение всего дня мы себя настраиваем на то, чтобы слышать голос ребенка. Предметно-пространственная среда по-новому создается с учетом пространства детской реализации, а именно пространство предметно-пространственная среда создает детям возможности найти интересное занятие по собственному интересу и самостоятельно заниматься. Такая должна быть. Ну и пространство детской реализации, как выбирающее в себя все, что развивает личность ребенка. Технология, работая с пространством детской реализации, это тоже, этому нужно бы научиться, этому нужно учиться. Программа «От рождения до школы», пятое наше издание, инновационное, оно, конечно, будет обеспечено своими отдельными пособиями, безусловно. Значит, вот я хотела бы обратить внимание, я не знаю, видите вы меня или нет. Видите меня или нет в книжках, что вот книга, она сейчас вся с выделенными главными мыслями. В ней обозначены все то, на что нужно обратить внимание. То есть она не только по содержанию, не только по содержанию, но и по оформлению стала совершенно другой. Точно так же будут меняться и все пособия к программе. Те пособия, которые были изданы ранее, конечно, они по-прежнему нужны. И часть пособий практически без изменений будут издаваться и под инновационное издание. Какого рода там будут изменения, кроме оформления, это учет пространства детской реализации. Но кроме того, что издавалось раньше, конечно, будет большое количество совершенно новых изданий. А, стоп, пропущено, да? Не хватает у меня слайда, может быть такое? Перепутали слайды, но неважно. Здесь вот слайд, где все можно купить, он не на месте оказался, то неважно, должен был быть в конце. Переставили, наверное. Вот, все пособия для программы можно купить. Либо на сайте издательства, но значительно удобнее в официальном интернет-магазине издательства «Школа семь гномов». Вот, и здесь мы даже вам дали специальную ссылку, которая выводит вас как раз на те пособия, которые изданы к новой программе. Сама программа, по-моему, сейчас в продаже уже закончилась, либо там осталось совсем-совсем малое количество экземпляров. Но ближайшее, я думаю, что до 10 декабря поступит новый тираж, и мы обязательно всем участникам семинара направим извещение о том, что поступило в продажу очередной тираж программы «От рождения до школы». Для юридических лиц обратите внимание, что в мозаике синтеза в издательстве есть отдел по работе с долгом. Там персонально с вами будет заниматься менеджер. Все документы будут оформлены так, как нужно. Если вам нужно это оформить через тендеры, через ваши какие-то электронные площадки. Все это делается, вот тут вот дана почта, вы просто направляете на почту письмо, и с вами менеджер связывается, дает вам всю необходимую информацию, и все оформляет так, как нужно. А если вы просто готовы оплатить без всяких договоров, то проще всего это, конечно, на интернет-магазине покупать. Вот. И какие у нас есть издания? Ну, современный детский сад, он еще был оформлен до того, как вы нашли типовое оформление для программы. И это книга, где на практических кейсах показано, каким должен быть современный детский сад внутри. Очень много критериев, по каким вы можете увидеть, правильно вы ведете образовательный процесс или неправильно, правильно вы поступаете или неправильно. Написано очень простым, хорошим языком. Автор книги Ольга Александровна Шияна, ее многие, наверное, знают. Это то, что не выходило под старую программу. Играть, удивляться, узнавать. Эта книга, автор у нее зарубежный, но это их взгляд на игру. Он соответствует нашим воззрениям, очень интересно написано. И вот эти вот все пособия, которые издаются под программу, это по оценке качества шкала, тоже под инновационную программу они уже изданы. Все будут конспекты занятий, планы занятий по всем возрастным группам. Они еще не все вышли, но будут поступать, постепенно будут поступать. 98 пособий предполагается издать к инновационному изданию программы. Вот. И это о том, как купить можно, если вам нужно все это оформить с документами. Так, у меня здесь был вопрос, сколько там времени осталось. Вот. Здесь вопрос очень хороший. Нам говорят, что мы не должны обучать, а должны создавать условия, в которых ребенок будет развиваться сам. Вот. Семь золотых принципов. Ребенок развиваться сам, без участия взрослого, он не может. Вот когда говорят, что не нужно обучать, это имеется в виду, что не нужно давать ему прямых ответов. Не нужно давать ему прямых, просто рассказывать ему что-то. Вот. Ну, ребенок, он это не услышит, если ему это не интересно. То, что ребенку дошкольного возраста неинтересно, то для него и бесполезно. Поэтому занятия нужны обязательно. Читайте вы Горского. Занятия нужны. Но занятия с учетом вот этих семи золотых принципов. А именно, чтобы они были в зоне ближайшего развития, то есть не слишком простые и не слишком сложные. Чтобы они в соответствии с принципами развивающего обучения строились. То есть были нацелены не на приобретение знаний, а в первую очередь на осмысление, на умение делать выводы, анализировать, аргументировать. Вот. Но этому всему нужно учить. Поэтому, когда говорят, не должны обучать, то я надеюсь, что они имеют в виду как раз именно то, что я сказала. Нельзя учить впрямую, но обучать мы, безусловно, должны, потому что без взрослого ребенок развиваться не будет. Занятия, они обязательны. Диагностический материал. Будет диагностический материал. Вот в той мысль, которую мы сейчас сдаем, там будут обозначены ожидаемые образовательные результаты по каждой возрастной группе. И по каждой возрастной группе будут обозначены образовательные результаты. И они служат ориентиром для педагога, к чему нужно стремиться. Вопрос о том, как себя проверить, насколько ребенок усвоил, то есть вот карты развития. Вы же знаете, что в Абгусах запрещено впрямую, да, запрещено как-то проводить мониторинг детского развития. Это неправильно. Мы не должны их экзаменировать, мы не должны устраивать экзамен, безусловно. Мы не должны требовать одних достижений конкретных результатов в определенном возрасте. Конечно, потому что дети развиваются по-разному. Этого мы всего не должны. Но знать о том, как он развивается, диагностировать для себя, мониторить его развитие, это очень важно. Карты развития мы собираемся издать. Но я боюсь, что это только к следующему учебному году. Но ожидаемые образовательные результаты, они во многом вам помогут. И опять обращаю ваше внимание на книгу Ольги Александровича Янцева «Современный детский сад». Там обозначены критерии правильности действия педагога. Точно так же, как и в программе «От рождения до школы», сейчас во многих моментах там обозначены критерии правильности деятельности педагога. Вот, например, один из главных критериев правильности действия педагога при организации занятий – это интерес детей. То есть, если детям интересно, значит, вы все делаете правильно. Вопросов много? Сколько у меня еще времени? Так, с каким парциальным программой максимально сочетается новая программа? Ну, вот, мне не нравится слово «новая программа». Это не новая программа. Это программа, которая по содержанию, то есть она очень, очень, очень… Это наша программа переработанная. Это не новая программа, это та же самая программа «От рождения до школы». Другое дело, что она существенно переработана. И то открытие, которое было сделано, это пространство детской реализации, и те технологии, которые там предлагаются, это, конечно, колоссальный шаг вперед. Парциальные программы были, по-моему, как парциальные программы. Николаевская парциальная программа – это по экологии. Программа Новика Валентина Павловна – это по математике. Это все те парциальные программы, которые написаны в соответствии с программой «От рождения до школы». Ну, в принципе, мы будем стараться давать перечень пособий, которые будут в соответствии с нашими… в соответствии с нашими… в соответствии с нашим целям. Еще хотелось мне сказать о некоторых наших проектах. Боюсь, что у меня тут времени мало. Это то, что делает и наше издательство, и Международная педагогическая академия. Я думаю, мы на отдельном вебинаре об этом расскажем. Про ассоциацию, про движение звезд дошкольного образования, про то, что мы приняли манифест, и про то, что мы на последнем форуме ориентиры детства написали послание президенту Российской Федерации от имени многотысячной армии воспитателей. Это послание вывешено на сайте Аркада, на сайте ориентиров детства. И пока мы ответов не получили, мы не так давно направили это послание и президенту, а копию послания направили в Федеральное собрание, в Госдуму, в Министерство образования, в Министерство образования и науки, и в Министерство просвещения, а также в правительство. Вот. Будем вас информировать о том, как они реагируют на наше послание, в котором мы обозначили самые больные точки дошкольного образования, которые беспокоят воспитателей. Вот. И Международная педагогическая академия дошкольного образования, ректором которой является Николай Евгеньевич Верацца. В рамках этой академии все технологии, которые были озвучены ранее, по самой программе ведется большое обучение, будут ряд вебинаров, также возможны мастер-классы. И сейчас мы пытаемся наладить тьютерское такое. Мы не можем ездить во все регионы. Нет такой возможности везде проводить обучение. Поэтому мы начинаем сотрудничать с институтами развития и образования региональными, с тем, чтобы они после тьютерских курсов преподавали в регионах вам все инновации программы «От рождения до школы». Так, еще вопросов очень много. Я сейчас перехожу к вопросам. «Будете новая программа в навигаторе?» Да, мы получили, естественно, это не новая программа, еще раз говорю, да. Мы получили все рекомендации, просто в силу нашей перегруженности мы еще не вывесили. Вот буквально сегодня направим, чтобы вывесили новый текст программы, чтобы все его могли увидеть. Это обязательно сделаем, сегодня направим. И надеюсь, что они в кратчайшие сроки до понедельника уже будут вывешены. Расскажите еще раз, что такое утренний и вечерний сбор, круг, да. Вот утренний и вечерний круг в программе «От рождения до школы» это совсем не то, что утренний и вечерний круг, например, в программе «Открытие», или, например, в программе «Вдохновение», или, например, в программе «Шаг за шагом». Это другое. Самое главное того, что происходит на утреннем и вечернем круге в рамках программы «От рождения до школы», это он проходит в форме развивающего диалога. И это является одним из существенных элементов создания пространства детской реализации, о котором говорит Николай Евгеньевич. Но вот в двух словах я не могу это рассказать. Ключевое слово, что это развивающий диалог, в результате которого может зарождаться проект, может зарождаться события, образовательные события, может просто развивающий диалог завершиться тем, что дети пообщаются и найдут новые смыслы, новые знания, какие-то новые договоренности выработать вместе. Поэтому утренний и вечерний круг. Это нужно и обучиться, и, конечно, там, желательно тренинги. Будем о них рассказывать, но пока не обязательно все нововведения, которые там даны, вводить сразу пытаться. Давайте работать по мере того, что вы понимаете. Вот смотрите, здесь вопрос в чате выскочил. утренний круг подразумевает двух воспитателей. Это да. Поэтому когда говорят о том, что вот если мы посмотрим, как организовано дошкольное образование в западноевропейских странах, у них 10-12, максимум 15 детей в группе и два педагога одновременно. Конечно, они могут себе позволить такое лично сноориентированное образование, о котором мы в наших столбах даже говорить не можем. Когда у нас в группе 30-40 детей, 30-40 детей, то задача воспитателя фактически сводится во многом к присмотру и уходу и организовать качественное дошкольное образование в этих условиях очень трудно. Именно об этом мы говорим в постании президента. Но программа от рождения до школы, в чем ее сила? В том, что она работает даже в таких сложных условиях. Когда утренний сбор проводится одним воспитателем в большой группе детей, это фактически по-новому качественно организованное фронтальное занятие не занятие, а развивающий диалог. То есть развивающий диалог с детьми, он вот когда говорите, что нужно два воспитателя, а для чего нужно два воспитателя? Второе, он фиксирует высказывание детей. Он записывает это. Это, конечно, очень важно. Но можно работать из большой группы детей, просто перестраивается несколько технологий работы. То есть мы тоже даем детям высказаться, мы тоже пытаемся простимулировать их на новые смыслы, чтобы они думали, чтобы они о чем-то рассказывали, что-то обсуждали, но без фактически мы не можем фиксировать, мы не можем пользоваться помощью второго педагога, это сильно затрудняет, но тем не менее это возможно. Вот очень хорошо на утреннем сборе в формате развивающего диалога обсуждать различные классификации. Когда мы там провокационно задаем какой-то провокационный вопрос, например, самые типичные провокационные вопросы, которыми все пользуются, это про пингвина, который животное или птица или кита, рыба это или не рыба. И таких провокационных вопросов много в нашем семинаре по утреннему кругу мы даем перечень вопросов, которые можно использовать. Вот. И если у детей возникает интерес, если возникает большой интерес к той проблеме, которая появилась, вы ваша задача просто организовать так, обсуждение, чтобы они соблюдали правила обсуждения, не перебивать, говорить тому, у кого там колокольчик или другие правила выполнять. В общем, это возможно. Трудно, но возможно. Как это будем говорить на отдельном воспитании. Так, мне тут коллеги предлагают говорить, что очень много вопросов и что при всем при этом время мое уже заканчивается, наверное, мы давайте сделаем так. еще раз повторяю, что я говорила. Давайте мы ответим на вопросы ваши, их очень много. Я посвящу отдельный семинар ответам на все эти вопросы. Вот, это у нас был первый вебинар, пробанный, мы тут и технику оттачивали, и многие другие моменты. Теперь у нас еженедельно, по среду, мы будем выходить в эфир. это будут преподаватели МХАД Международной Педагогической Академии. График вебинаров вы можете посмотреть на сайте МХАД, там в разделе вебинар, выбрать нужную тему и записаться на вебинар. На вебинар записалось значительно больше людей, чем позволяет наша вебинарная платформа. Все те, кто записался на вебинар, они в любом случае могут в течение недели скачать запись пользуясь своими возможностями тем, что они записались на вебинар. Они в любом случае получат после этого сертификат, после того, как просмотрят выступление. И они опять попали в нашу базу и мы их будем информировать о выходе новинок, о каких-то таких событиях, которые могут быть им полезны. Поэтому даже если вы не смогли подключиться сегодня из-за того, что платформа переполнена, это ничего страшного, вы сможете всем воспользоваться в своем личном кабинете на вебинар. А в следующий раз просто пытайтесь быть первыми. И давайте последний вопрос. Утворчь, дали программы Министерства образования? Сообщаю. В Министерстве образования в 2004 году экспертный совет по дошкольному образованию был упразднен в 2004 году. Последняя программа, которая была рекомендована экспертным советом при Министерстве образования, была программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией Васильевой, Гербовой и Комаровой. После этого ни одна программа рекомендаций Министерства не получала, получать не может, потому что экспертного совета при Министерстве нет. Однако все программы, которые находятся в навигаторе, это наша недоработка, мы уже достаточно давно получили заключение учебно-методического объединения о том, что программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. Мы новый текст программы вывешиваем, я надеюсь, что в понедельник вы уже увидите, вот, и у всех программ, которые находятся в навигаторе, именно заключение УМО, оно у нас есть, а министерство никакие программы пока, слава Богу, не утверждает. Да, в реестре ФЕРО, опять все спрашивают, в реестре ФЕРО, к понедельнику заменим, я еще раз приношу извинения, что мы этого не сделали. Что такое вечерний круг? В двух словах, вечерний круг, это когда мы собираемся и вспоминаем, что прошло, что было хорошего, и главная задача вечернего круга с тем, чтобы у детей был радостный настрой на то, чтобы они пришли на следующий день в детский сад, на то, чтобы у них возникла общность, симпатия к друг другу, то есть это такое, на развитие коммуникации в первую очередь. Если утренний круг это развивающий диалог и развивающее обучение, то вечерний круг это в первую очередь коммуникация, создание сообщества и эмоциональное благонолучие детей. Дангл еще говорят, чтобы не звучало слово занятие. Вот так, так. Вот только образовательная деятельность, только образовательная деятельность. Вот когда ввели ФГТ, какая была война против занятия, против слова занятия, против того, чтобы говорили, что это там, что это вообще невозможно, недопустимо, ну прям прямой закреп. И они ввели вот эту вот аббревиатуру идиотскую, извините меня за такое слово в эфире. У меня организованная образовательная деятельность под руководством взрослого. Но это фактически есть занятие. Занятие мы утверждаем. Николай Евгеньевич Веракса на этом настаивает и везде об этом говорит, что занятие, без занятия ребенка развиваться не будет. Другое дело, что мы называем занятием, в какой форме мы его проводим, как мы его, как себя ощущает ребенок в процессе этого занятия. Что такое занятие? Это когда знание, умение, навыки ребенка приобретает в процессе общения со взрослым. Это и есть занятие. А не то, что всех посадили за столики, мы им что-то говорим, а они что-то выполняют, наши какие-то задания. Нет. Это для дошколки это неправильная форма. Любой другой формат, когда ребенок что-то делает, то, что ему интересно, в процессе своей деятельности, он приобретает навыки, умения, знания, это занятие. И тут искусство педагога, искусство воспитателя, чтобы это занятие находилось в зоне в ближайшем развитии, чтобы оно соответствовало нашим национальным, культурным традициям, нашим ценностям. Это тоже очень важно. Мне недостаточно знать как учить, очень важно чему учить. И в дошкольном возрасте многие вещи закладываются на подкорку. Если мы ребенку четырех лет говорим, что Россия это самая большая страна, мы показываем ее на карте, показываем ее на глобусе, у него это запоминается. Если мы рассказываем про победу нашу в Великой Отечественной войне, какие были герои мы, они это тоже запоминают. Понимаете, и это очень важно. Традиционное гендерное воспитание. Мальчики, мальчики, девочки, девочки, это дошколка. И это тоже важно. То есть, чему мы учим, это важно. И занятия, они нужны. только занятия правильные. А если вот кто там запрещает слово занятие, хотелось бы отдельно с этим поговорить, потому что на сегодняшний день уже все давно признают, что занятия нужны, и никто этого слова уже не боится. И мы не боимся тоже. Все. Мне все показали, что время мое истекло. Дорогие коллеги, спасибо вам огромное за то, что вы нашли время все это прослушать. Мы будем вам обязательно сообщать всем, кто записался на вебинар о выходе новинок, о том, какие открываются курсы в Международной Педагогической Академии, и по средам мы будем выходить в эфир. Записывайтесь и подключайтесь. Отдельно будет у нас эфир, не в следующую среду, а, наверное, через среду, когда те вопросы мы выберем, либо мы на вопросы на ваши мы ответим в одном из следующих эфиров. Точно я пока не могу сказать. Спасибо вам большое. Как мне отключиться?